Аминь Сегодня я буду говорить на очень важную тему Как построить пятизвездочный брак Вот так назвали мы эту тему На самом деле я буду говорить о характеристиках счастливой семьи Хочу сказать о том, что изучая эту тему, готовясь к этой проповеди Я пробороздил немало материала на просторах интернета и другие материалы И набрел на некоторые высказывания и исследования Некоторые из них хочу привести сегодня в мои речи Доктор Адамс сказал, что он изучил тысячи семейных пар за последние 10 лет И только 17% из них были действительно счастливы Какой-то небольшой процент, правда? Не кажется ли вам, почему не 57, не 87, всего 17 из них? Если мы откроем Ефесянам 5 главу То в 31 стихе мы прочтем, как апостол Павел повторил слова Господа Бога нашего Который он сказал много лет назад Еще там, в самом начале истории Когда сотворил Адама и Еву И вот эти слова Посему оставит человек отца своего и мать И прилепится к жене своей И будут двое, одна плоть Тайна сия велика Я говорю по отношению ко Христу и Церкви Так каждый из вас Да любит свою жену Как самого себя А жена, здесь в нашем переводе сказано Да боится своего мужа Подлинники да почитает Да уважает своего мужа Моя цель сегодня во время наших рассуждений Нарисовать картину такого брака Чтобы нам захотелось строить такой брак И чтобы мы стали частью такой семьи Я осознаю, что некоторые из вас не имеют семьи Возможно вы молоды еще И у вас это впереди Это полезно было бы послушать Некоторые остались вдовами Некоторые по каким-то другим причинам не имеют семьи Но я хочу сказать, что Господь создал так человечество и мир Что каждый из нас По Божьему определению Должен был появиться И вырасти в семье Вот этот продукт нашего времени Когда дети находятся в сиротских домах Это не Божья идея Это не Божий дизайн Самая меньшая ячейка общества Это мужчина и женщина Связанные с заветными узами любви Те, которые сказали слова Друг другу с полным намерением исполнить их И остаться верными друг другу До последнего дыхания И в результате этой любви и соединения У них появляются дети И дети должны вырасти По Божьему дизайну Именно между любящими родителями Когда и отец, и мама живут вместе И любят друг друга Я также осознаю Что в последние несколько десятилетий Мы переживаем с вами то, что называется Сексуальной революцией И Запад весь в этом Сейчас все больше и больше Один из моих друзей, который живет в Германии Недавно прислал мне сообщение И я стал читать его Мне было очень неприятно Потому что он описывал о том, что происходит в школах Сегодня в Германии И, конечно, мы бы не хотели бы наших детей Пускать в такие учебные заведения Где прямо с первого класса Внушают детям, что вы можете определить, кто вы Вы мальчик или девочка И то, что вы видите в зеркале И то, что вы осознаете, что ваша физиология Говорит вам о том, что вы мальчик или девочка Не означает, что это так Современные технологии, медицины Позволяют изменить этот момент Поэтому попробуйте, пожалуйста Если вы мальчик Женские платьички Походите Это еще в детском садике преподают такие уроки Гендерная политика, так называемая Друзья, это ужасно Это просто ужасно Недавно я общался с одним мужчиной Который возглавляет здесь Вот ретро-гараж такой Мне очень нравятся такие старые вещи Вот тех вот еще старых времен И ему, наверное, около 65-70 лет И он знает, что я пастырь И мы общались с ним И вдруг он говорит Вы посмотрите, к чему мы идем У нас детей тогда не будет Если мы примем вот то, что браком можно назвать Союз между мужчиной и мужчиной Или женщиной Или женщиной У нас детей ведь не будет К чему мы придем И я говорю, конечно Писание очень ясно говорит по этому поводу Друзья, но при всем при этом При том, что брак сегодня в зоне риска И очень серьезная опасность И он атакован при всем при этом Церковь Божия Послушайте меня внимательно Писание говорит, что она является Столпом и утверждением истины В моем, да Давайте простая нашего Бога Потому что церковь Она стоит и утверждает Божию власть И Божий порядок В моем сознании это что-то монументальное Что-то твердое и основательное То, что нельзя сдвинуть Или каким-то образом поколебать Церковь Божия сквозь все века Сквозь все времена Говорила Божию волю И эту волю слышали люди Которые внутри понимали Что им надо предстать пред творцом однажды И знаете, всякое вот такое вот подобие Того, чтобы изменить свой пол Всякое подобие вот в этих всех Вот в этих всех сексуальных, так сказать Раскрепощениях По факту извращениях Апостол Павел говорит, что это все Произошло в результате того, что люди не имели Бога в разуме Когда нет Бога в разуме, ты ищешь какие-то вещи Когда нет Бога в разуме, ты пытаешься сделать что-то Чтобы получить максимум удовольствия Чтобы из своего тела вот что-то сделать то Что-то пережить то Что тебе кажется, ты никогда не переживал И я хочу сказать, что все эти моменты Осуждаемы Богом Потому что на самом деле В основе всего этого Лежит некий бунт Против творца Я не согласен с тем, как я себя чувствую Я не чувствую себя тем, кем я есть Я внутри, там допустим женщина Когда парень, значит, смотрит на себя Я внешне так, я внутри женщина Или я внутри мужчина Это вызов Горделивый И очень-очень печально заканчивающийся Потому что все мы однажды Предстанем пред тем, кто сотворил нас такими Какими мы есть Я что-то ушел в сторону Вернемся к счастливой семье Счастливые семьи Не знаю, можем мы вернуться к счастливой семье Улыбнись Но я пытался сказать вам несколько характеристик Счастливой семьи Друзья, счастливые семьи есть среди нас Счастливые семьи Я лично глубоко убежден Что у них есть общие характеристики Они обладают общими качествами И разные исследования предлагают Разное количество этих качеств Но дело не в том, какое именно количество Мы сегодня с вами посмотрим Все они отвечают на вопрос Что такое крепкая семья Я хочу сказать, друзья Что зачем нам нужна счастливая семья Зачем нам нужны вот эти вот браки Между мужчиной и женщиной У меня есть несколько ответов Я быстро перечислю вам их Счастливая семья сделает тебя счастливым Счастливая семья даст тебе удовлетворение и утешение Написано в Библии Утяжайся женою юности твоей То, что мы называем полнотой жизни Счастливая семья поможет тебе раскрыться В тех сферах, в которых ты самостоятельно Не смог бы раскрыться, будучи вне брака Счастливая семья Она создана Богом не только для того Чтобы двоим было лучше И вот здесь внимание Но чтобы двое тоже стали лучшими И я могу смело сказать Что счастливая семья Вообще семья это то место Где происходит очень тонкая Такая, знаете, как бы обработка Шлифовка глубинных качеств характера человека Счастливая семья отразится Повлияет положительно на твоей работе Или на твоем служении Счастливая семья сделает тебя более плодотворным Потому что в Библии написано Один прогоняет тысячу, а двое тьму Счастливая семья даст тебе возможность Продолжить себя в твоих детях и внуках Покидая этот мир, ты будешь знать Что ты передал себя Будущему поколению Друзья, исследовательская работа Одного университета говорит Что когда у вас крепкая семья Вы получаете послание О том, что вы любимы Что о вас заботятся Что вы важны И позитивное осознание Этой любви дает вам Божественный стимул и энергию Жить, творить, побеждать Даже если не получилось Снова пробовать Дает вам уважение К самому себе К спутнику жизни К другим людям И дает вам внутренние резервы Чтобы справляться Со всеми теми кризисами Через которые мы проходим Вот что я знаю Я точно это знаю Что если твоя семья Твой брак крепок Он поможет тебе И он поможет тебе Это твой тыл В построении Любых других отношениях Твоей жизни Которые тебе Нужно построить Брак это основание На котором строится Многое другое Я хочу привести вам Девять характеристик Счастливой семьи И постараюсь На некоторых из них остановиться Первые из них Члены крепких семей Выражали друг другу Признательность Вторая характеристика Они были преданы Своей семье Третья Демонстрировали Глубокое взаимопонимание Четвертые соответствовали Друг другу Пятые проводили Много времени вместе Шестое Супруги в счастливых семьях Уважают И повинуются Друг другу Седьмое Счастливых семьях На высоком уровне Забота И внимательность Друг к другу Восьмое Семья Обладала способностью Находить Конструктивные решения По выходу Из кризисов И наконец Девятое Счастливые семьи Научились прощать И забывать Обиды Все очень просто Не так ли? Эти качества Вовсе не кажутся нам Какими-то сложными Но Друзья На самом деле Речь идет не о том Чтобы просто услышать Об этом А мы говорим Чтобы прожить В своей жизни Нам нужно Не просто понимание Но Нам нужен Наш личный опыт Каким образом Мы притворим Каждое качество В реальность В нашей судьбе Я хочу остановиться На некоторых из них Первое из них Это признательность И любовь В счастливых семьях Муж любит свою жену А жена Уважает своего мужа И в Ефесянам 5.25 написано Мужья Любите Своих жен Как и Христос Возлюбил церковь И предал Себя За нее Так каждый из вас Да любит свою жену Как самого себя А жена Да уважает Своего мужа Друзья Я хочу сказать о том Что точно так же Как апостол сказал Что Женщина нуждается В любви Точно так же По отношению К мужчине Он сказал Что мужчина Нуждается В чести И в уважении Наша жена Является Настоящей помощницей Для нас Она участвует Во многих Наших проблемах И решениях Она включается Во все Так Бог Задумал И все Это делает С любовью В книге Притч написано О том Что добродетельная Жена Является Венцом Для своего мужа Есть Известная история Иногда даже Кажется Она очень такая Всем нам Известная Друзья Когда Жена спрашивает У мужа Скажи дорогой Ты меня все еще любишь В ответ Он говорит Конечно Я же 20 лет тому назад У алтаря Перед церковью Богом И пастырем Сказал Что люблю Зачем мне повторяться Если что-то изменится То Я дам тебе знать Но это не работает В нашей жизни 20 лет Тому назад Сказать о том Что я тебя люблю И после этого Просто Существовать Лежить Рядом Друзья Такое мировоззрение Не укрепляет Семейные узы Мы Иногда думаем Так Знаете Так как Мы все-таки Ну вот С того поколения Когда В Советском Союзе Помните Даже однажды Фраза такая была А секса У нас нет Мы такие все Военные Послевоенные Такие все Знаете Сдержанные Не принято было На людях Обнимать свою половинку Не принято было Идти за ручку Не принято было Каким-то образом Чувства там Откровенно Как-то выражать Все так знаете Так сдержано Все так вот Так как должно быть И знаете У нас остались Какие-то пережитки В сознании нашем Я иногда Встречаю Даже Даже молодежь Которая Каким-то образом Видимо Выросла Видели Родителей Или бабушек Дедушек И вот где-то Где-то осталось Это Мы считаем Ты же мужик Значит Все в доме Чинить Это твоя ответственность Зарабатывать деньги Это же и твоя Обязанность За что тебя Хвалить вообще За что тебе Что говорить Сделал Сделал Все Ты же мужик А мужья Ответ Слушай Ну готовить Это же твоя Обязанность Разве не так Разве Съел молча Значит вкусно было Какие тебе Нужны еще Комплименты Я просто съел И все Ребенок Принес Хорошую оценку Ну Само собой Ты же Обязан Хорошо Учиться И мы Бываем такими Скупыми На выражении Любви На выражении Чувств На то Чтобы улыбнуться Обнять И сказать И сказать Милая Ты так вкусно Приготовила Дорогой Ты у меня У тебя руки Золотые Ты починил Это Ты сделал Это А потом Получается Такая Закономерность Замечание Высказывается Подробно В обязательном Порядке А признательность И восхищение Только В особых Случаях Дорогие Нам нужен баланс Между замечаниями Между критикой И между вдохновениями Пусть Господь Поможет нам Чаще Использовать Эти добрые слова Умничка Молодец Ты золотой У тебя Все получается Все К чему Ты не прикасаешься Все тебе Удается Я восхищаюсь Тобой Я люблю Тебя Ты прекрасная Ой Ты такой Чудесный Как мне Хорошо С тобой Как мне Здорово С тобой Если бы Колесо истории Прокрутилось Назад Я точно Был женился На тебе Или я точно Был вышел Замуж За тебя Друзья Будьте Взаимно Признательны И поддерживайте Друг друга Я хочу дать вам Несколько советов Которые я Применяю В своей жизни Каким образом Я выражаю Любовь К своей жене Я говорю Из слова любви Говорю ей Каждый день Я просыпаюсь И я начинаю День С того Что я говорю Ей слова Любви И поощрения Я прикасаюсь К ней Я прикасаюсь Как можно чаще Потому что Она моя жена Библия говорит О том Что мы Двое Станем Одной плотью Я целую Ее И решение Которое я принял Много лет назад Что я не буду Никогда прощаться И расставаться Выходить из дома Не поцеловав Свою жену Я также ищу Творческие моменты Любви Это означает Какие-то знаки Внимания Какие-то подарочки Что-то Чтобы запомнилось Что-то Что было бы Ей приятно Я помню Наши памятные дни Это был сентябрь Месяц В этом году 30 лет Как мы будем отмечать Наш Наш Брак Наш завет И я помню Никогда не забуду Как я стоял Вместе с ней И мне казалось Что мое сердце Просто выпрыгнет Я был настолько счастлив Пастор сочитывал Нас полтора часа Полтора часа Я стоял И не двигался Просто слушал Внимательно Правда я почти Ничего не помнил Мне после этого Приходилось прослушивать Где-то несколько раз Но я был настолько счастлив Она стоит в белом платье Здесь Возле меня Символ чистоты Невинности Она впервые в жизни Вообще Вот Впервые Впервые прикасается По факту Вот мы стоим И мы так Знаете Она под ручку стояла Мы выросли в такой церкви Где Мы не прикасались Друг к другу У нас были Очень строгие Такие правила Воспитания И я благодарен Богу Потому что В чистоте И в святости Как апостол Павел Говорит Брак у вас Да будет честен И ложи непорочна Мы пришли К браку Друзья Я помню Эти даты И эти события У нас есть Наш семейный Словарь Мы его начали Создавать Сразу после брака Фактически Еще до брака Уже У нас стали Появляться Наши слова Я знаю Что есть Некоторые слова Которые только Вы используете Зайенька Миленькая Чудненькая Не знаю Еще как-то Только не используйте Крокодил Мой Еще как-то То есть Какие-то нежненькие Слова Ну ты слон У меня Как слон По судной лавке Жена В течение дня Все прибрала Это реальная история Передвинула Сервант С одного места В другое Все выложила Все передвинула И показала Что так будет лучше Поставила так Все по-другому Все подарочки Все по-другому Муж приходит С работы домой Заходит Бросил ботинки Свои Курточку Свою Зашел Говорит Есть что покушать Она говорит Да милый Я все приготовила Она подает ему на стол Он поел Вытир рот Говорит Пойду отдохну Она говорит Милый Все хорошо Да Все хорошо Я тебя люблю Хорошо Ну ты Тебе все нравится Все мне нравится И пошел Лег К вечеру Она такая Надутая Я вся лежит Отвернулась от него В сторону вообще Надутая Он там пытается К ней как-то руку Она Как будто взрывоопасная Он говорит Что случилось Все же хорошо было Я поел Она говорит Слушай Что случилось Ты еще спрашиваешь Ах ты слон Какой А Я слон А что я слон Что такое У них конфликт такой Во время конфликта Муж вдруг Слышит Он даже не видит Они выходят в зал Смотрят на все Он ничего не видит Но он слышит Что я так готовилась Я так Я сервант передвинул Он поворачивает Гот Смотрит Точно Сервант в другом углу стоит Он даже не заметил Друзья Да сохранит нас Господь От такой невнимательности И нечуткости Еще то что я делаю Я стараюсь Остаться почаще С ней вдвоем Это сложно Происходит При нашей загрузке Но всегда Когда мы вместе Всегда мы испытываем Просто необыкновенное Чувство благодарности За то что мы можем Просто Быть Двоем Это в моем случае В действительности Подарок Когда Господь Дает нам такое Время И когда вы хотите Что-то сделать особенное Особенно мужчины Вам не нужно 10 человек Вам нужна она И вы Вместе Итак Второе качество Первое качество Члены крепких семей Выражали друг другу Признательность Второе Это посвящение Счастливые семьи Счастливые семьи Были посвящены Господу И друг другу У них каким-то образом Правильно расставлены Были приоритеты Друзья И я хочу Об этом говорить Потому что на самом деле Особенно это касается Мужчин Мужчины так созданы Что Для многих из нас Когда мы женимся Для нас бывает так Что мы чувствуем Как будто бы Это еще один проект Большой проект Серьезный проект Но мы это сделали Все Я женился Я помню историю Как один молодой парень Приходит после свадьбы На работу И его приветствуют Говорят Ну что Закольцован уже Да Все Уже Все Покажи Покажи руку Все Ты уже не тот парень Уже после работы Будешь бежать домой И вдруг этот молодой человек Произносит Он говорит Да ребят Все нормально Ничего не изменилось Все хорно Что я закольцован Все Надо жениться Было Я женился Жена должна быть дома И будет дома Все нормально Я буду работать дальше Все будет точно так же Нет не так же И если будет так же То очень скоро Будет трещина в семье И не станут двое одной плотью Потому что на самом деле Бог ожидает От каждого из нас Тех кто в браке Реального Настоящего Посвящения Друг Я хочу сказать Что исследователи Сошлись Одной Интересной Мысли Они говорят Что Корень Многих проблем В браке Лежит Вовсе Не в плоскости Характера Или в том Что они не сошлись В характере На самом деле Причина разлада В семьях И даже Развода Находится Не в поступке А в отношении И вы можете Сами себя Проверить И сказать Что это так Потому что Когда ваш Родной человек Сделал все Что нужно Но при этом Абсолютно Не взял вас Во внимание Но при этом Сделал это сам Формально Сделал это Механически Вас это Не удовлетворяет Но даже Если он Не выполнил Но он Старался Даже если Он Что-то Даже там Разбил Или еще Что-нибудь Что бы не было Но при этом Это все было В чувствах В любви Вы унесете С собой Это чувство И вы будете Счастливы И удовлетворены Друзья Я хочу спросить Сейчас Каждого Из нас А вы Действительности Готовы Платить Высокую Цену За то Чтобы Двое Стали Одно Я признаюсь Я бываю Во многих Семьях И иногда Мне больно От того Что я осознаю Я боюсь Себе даже Отвечать На этот вопрос Что здесь У нас нет Единства У нас есть Два Одиночества Под одной крышей С общими Детьми У нас есть Формальность Не горят глаза У него К ней Да и она Так механически Все Отвечает Они смотрят Друг на друга Как будто бы Уже прочитанные Книги Все Им не интересно Абсолютно Они смотрят На кого-то Где-то Как-то В сторону Счастливая семья Не опускается Просто с неба Это результат Труда Нужно заплатить Иногда Слишком Высокую Цену Для того Чтобы Состоялась Счастливая семья Просто стоять Перед венцом Просто сказать Друг другу Слова Завета И Получить Штамп В паспорте И пойти вдвоем И иметь близость И сказать Мы счастливая семья Это не так После этого Начинается дорога Дорога Когда вы по-настоящему Соединяетесь Когда вы по-настоящему Сближаетесь Она бывает Очень болезненной Иногда И очень трудной Несколько лет тому назад Я прилетел К одному из моих друзей До этого Три года тому назад Он похоронил Свою спутницу Он всю жизнь Был в служении Ему было 62 года Когда я прилетел К нему И он Повез меня На могилу Я очень хорошо знал Эту семью У них 10 детей Дети уже взрослые Младшие Там не помню Лет наверное 15-16 Девочки И когда мы стояли Вместе с ним Он проронил Одну фразу Которая Осталась в моем сердце На всю оставшуюся жизнь Сдерживая слезы Он сказал Три года прошло Я снова женился Потому что я понимаю Что Мне нужно Я не могу Мне нужно Создать семью Я это сделал С молитвой Он рассказал Я ничего не могу Поделать с тем Что мы за Годы нашей Совместной жизни Проросли В друг друга Я все равно Мысленно возвращаюсь Было время Когда мы Вместе молились Чтобы он мог Оставить Полностью Оставить И Прилепиться К своей жене Которая сейчас Очень сложный Вот фраза Которая у меня Осталась В голове Мы проросли В друг друга Мы настолько Соединились В друг с другом Я Десятки раз Сотни раз Прокручивал Эту фразу В своей голове И я подумал Это есть Божий дизайн Чтобы двое Стали одно Чтобы Вы проросли Друг в друга Признаюсь вам Периодически Принимая Я слышу Исповеди мужчин Я для себя Отмечаю Такое чувство Как это Холостяк Так у него Столько детей уже Так он женатый Что с ним Я только осознаю Что у него В голове Вопрос Как бы Женский Как будто Не закрыт То есть Не у него И жена Ну это его жена Да Он как смотрит Как будто Где-то на подсознании Кого-то ищет Вот встретил еще одну сестру Такая чудесная Он встретил еще Он как-то Где-то Как-то Что-то Где-то Как-то Бродит В своей голове Друзья Это недопустимо Это грех Я хочу сказать Что Еще раз повторю Этот вопрос Готов ли ты Заплатить Высокую цену За то Чтобы По-настоящему Создать Счастливую Семью Повторю эту мысль Она не Сваливается С неба Просто так Счастливая семья Это не дар Спасение Это Да Дух Святой Это да Вечная жизнь Это подарок Это да Счастливая семья Это результат Трудов Когда ты учишься Проходить сквозь кризис Сквозь конфликты Сквозь разницу в характере Сквозь непонимание Когда ты все равно Идешь дальше Когда ты приходишь Иногда к самому нулю И задаешь вопрос Как я здесь оказался Вообще кто этот человек С которым я живу Каким образом Меня угораздило сюда И отвечаешь В этом есть воля Божия И я пойду дальше Это приводит тебя к тому Что ты выворачиваешься Наизнанку Ты просто делаешь то Что ты никогда бы не делал раньше Твоя гордость Тебе не позволяла Этого Но сейчас ты просто выворачиваешься Наизнанку Для того чтобы по-настоящему Дойти до основания И построить этот счастливый Семейный уют Счастливая семья Это результат труда Двух людей Когда они хотят И желают Построить счастливую семью Если бы вы увидели меня сразу Когда мы поженились Я не знаю Но Я как дуванчик просто Бегал Прыгал Паркал Как бабочка Я был счастливый Такой Бегал И я весь мой сезон Когда я жил в Латвии Мы жили год в Латвии После свадьбы Я весь сезон Просто вот такой Как круто Я не понимаю Что такое медовый месяц Играл Медовый год Медовый жизнь Вообще Все классно Но так незаметно Какие-то конфликты Начали происходить Очень сразу после свадьбы Началось Если честно То есть Потому что Оказывается Неправильно Давлю Зубную пасту Вы это слышали Или нет Когда-нибудь Оказывается Давить Как мужчина Дает Мужчина Как мужчина Давит Не знаю Хотя разные Мужчины Ну давит И все То есть Ну как По-другому Оказывается Нужно с конца Давить Чтобы ничего Не оставалось Для меня Это вообще мелочи Какая разница Откуда давить Оказывается Я неправильно Обувь снимаю Оказывается Когда я прихожу домой Я просто снимаю Обувь иду дальше А это неправильно Потому что Нужно поставить В сторону Чтобы другие Проходили Оказывается Я одет Как попугай Какая разница Тут Какие цвета Я правда Любил яркие цвета Я не знаю Откуда это у меня То есть Ну как бы Никто не учил меня Как одеваться Оказывается Буквально В течение Там нескольких дней Весь мой Весь мой любимый Гардероб Куда-то Стал исчезать Буквально Прямо на глазах Я прихожу И просто нет Что ж такое И какие-то новые Рубашки И брюки Оказывается Еще очень много Таких вещей Которые я делаю Не так Не так Не так Не так И это мне не нравится Я вообще Люблю очень сильно Надюшку свою И любил ее Но вот это все Вот это все Вот это К чему это все Друзья Это только мелочи С это началось Ну эти вещи Не могу сказать Даже какие конфликты Были у нас Если вы скажете мне Пастырь Ты такой недуховный Сейчас У нас У пастырей В семье служителей Конфликтов не бывает Вы глубоко ошибаетесь У меня нет никаких крылышек Я обычный человек Господь призвал меня Он дал мне задание Я служу ему Но если быть откровенными Честно У нас бывают конфликты Последние годы Конечно Очень редко Очень редко Почему-то в них Я виновен По факту Потому что Я опять пролетел Я опять Забыл Я опять Заполнил Неправильно Расписание Я опять Не сделал выход Но уже Какой раз Я опять Что-то Не так сделал Но бывает И по-другому Что Надюшка Не поняла Еще как-то То есть Разные моменты Мы научились Проходить сквозь конфликты Я скажу вам Одну мысль Потому что Время мое летит Просто очень быстро Скажу одну мысль Я стал отделять Проблему От моей жены На это Годы понадобились Я заплатил за это Разрушенным состоянием Когда я сидел в машине Я просто ревел И говорил Как это Мне Вообще Куда делись Эти все чувства Как Я же женился По воле Божией Как это могло быть У меня все Утрировалось Все Я видел Все не так Все плохо И она Она точно так же Друзья Вот секрет Послушайте Меня Очень внимательно Если вы Увидите это Вам будет легче Проходить сквозь конфликты Когда вы Отделяете Проблему Поступок От самого человека Я люблю Свою жену Люблю Всем Своим сердцем Но она сделала Не так Как надо Она сделала Не так Как надо Вчера Моя жена Улетела На миссию Обычно Мы летим вместе И я Забочусь О том Чтобы Она прошла Все правильно Все Все проверки Везде Я помню Однажды мы были В большом аэропорту Где-то на запад И она так уцепилась За меня У меня тут Чемодан один И тут еще что-то Я иду еле-еле И моя жена И я говорю Пожалуйста Ты можешь меня Как-то отпустить Немного А то я сейчас Упаду под грузом Я как и шаг Она говорит Послушай Если Если тут так много людей Если я тебя потеряю То мы встретимся Только у ног Иисуса Я абсолютно Не имею Ни малейшего представления Где мы находимся Все говорят Не на русском языке Я вообще ничего не понимаю Вчера пересадка В Москве В аэропорту И вдруг перед тем Как она должна была улететь Мы осознаем Что есть одна Сестра Которая в очень Таком Ну сложном состоянии И она поедет Встретится с моей женой И я понимаю Что может быть проблем Я говорю Ты когда начинаешь Служить людям Ты забываешь время У тебя всего два часа Два часа Держи телефон Возле себя Я буду тебе звонить Чтобы ты не опоздала На рейс Телефон никто не брал Но потом Где-то через два с половиной Через три часа Телефон позвонил мой И со слезами Она говорит Я опоздала на рейс Я не могла Она плакала Она плакала И я служила ей Я ей сказала Что мне надо идти На следующий рейс Но она Она просто плакала Ни одного слова укора С моих уст После 30 лет Нет Но я раньше перестал это делать Я понял Я понял Что это не проблема В ней Что она такая плохая Это проблема С которой мы сейчас вместе Будем как-то справляться А лучше вернуть ее домой Поэтому, друзья Отделите Вашего спутника От той линии поведения Которую вы видите Я хочу остановиться На том вопросе В действительности ли вы Хотите построить Счастливую семью Давайте еще раз Посмотрим на эти Девять качеств Счастливые семьи Выражают признательность Друг к другу Счастливые семьи Преданы Своему спутнику И своей семье Они ставят Бога На первое место И они ставят семью Важнее всего Счастливые семьи Научились понимать Друг друга Понимать даже С пол слова Они соответствуют Друг другу Ой, тут у меня есть Что сказать Не пропустите Ни одного служения Я хочу продолжить И здесь есть О чем поговорить Счастливые семьи Проводят много Времени Вместе Есть такие Знаете Желтые сигналы Светофора Или красные уже Когда ты не спешишь домой Когда ты Больше рад Какому-то человеку Чем своему спутнику Или своей спутнице Когда ты Дома просто молчишь Тебе ничего не интересно Глаза твои не загораются Когда ты что-то рассказываешь Это красный свет Это означает Вам нужно остановиться Потому что Что-то не так Серьезно не так Супруги в счастливых семьях Уважают и повинуются Друг другу Счастливых семьях На высоком уровне Забота и внимательность Друг к другу Семья Обладает способностью Находить конструктивные решения Чтобы выйти из кризиса Счастливые семьи Научились прощать И забывать обиды Если в твоем лексиконе Бывают такие слова Которые ты иногда говоришь Ты опять сделал это Ты снова Ну ты всегда Ты ведешь себя как Твой папа Или как твоя мама Я знал что так получится Так что я же тебя знаю Что тут говорить Друзья Это означает Что вы не научились Забывать И прощать Да поможет нам Господь Чтобы мы В действительности Могли С любовью Божией Смотреть на своего спутника Смотреть в будущее И вместе Вместе Согласиться Строить Счастливую семью Я хочу закончить тем Что нам дан Бог Нам дан Святой Дух Нам дано Слово И у нас есть церковь И у нас есть служители Божьи У нас есть более опытные семьи Совсем недавно мы праздновали Бриллиантовую свадьбу Нашей драгоценной семьи Брата Ивана и Виолетты Это было так чудесно У нас есть такие семьи У которых есть чему учиться У нас есть где взять помощь И если ты по-настоящему захочешь Построить счастливую семью Господь поможет тебе И у тебя получится Аминь Аминь Отец Небесный Благодарю тебя Благодарю тебя за благодать твою Благодарю тебя за Святого Духа Благодарю тебя за то Что ты в действительности Даешь нам Господь Все необходимое Чтобы мы могли строить И созидать Господи Мы не хотим быть Господь Просто людьми Которые сожительствуют Два одиночества Под одной крышей Мы хотим Господь Прорасти друг в друга Господи Я молюсь о всяких Сложностях О тех проблемах О тех трудностях В которых Боже Оказываются семьи Боже я молюсь о том Чтобы мужья Могли быть обновлены В этой силе Духа Святого И в большом желании Строить И созидать Счастливую семью Господи Благослови Каждого мужа Который сейчас Готов Который принимает Это решение Я буду Строить Свою семью Благослови Каждую жену Господь Которая принимает Решение Я буду Созидать Я буду делать Все что я буду понимать Чтобы семья наша Была счастливой И благословенной И я прошу тебя Дух Святой Открой Этот источник любви С новой силой С новым С новым пониманием Господи Открой В каждой семье Мы хотим Господь Уделять этому Время И значение Прошу тебя И поклоняюсь Во имя Иисуса И весь народ Скажет Аминь Аминь Друзья Давайте встанем Сейчас Давайте прославим Нашего Бога Прославим Нашего Господа Аллилуйя Он велик Он в действительности Вели И милость Его очень И очень велика Знаете Если бы не Господь То Наверное Многие Музыка 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 Редактор субтитров А.Семкин